друзья всем привет доброе утро москва на связи 802 по московскому времени владимир языков сервис рассылок вашего сайта как не слышно поставьте пожалуйста плюс если меня слышно ну в общем расскажите как вы тут поживаете нас тут есть задержка по по ситуации да и это связано у нас google hangouts к сожалению получается так что где-то минут секунд 10 уходит на задержку чувствуем себя как будто космос всем очень рад александр алексей мистер x вата и очень сожалею что у нас произошла такая вот накладка наши предыдущие трансляции у нас получилось так что сожалению рост telecom совсем не отключил интернет и вернулся он уже практически под окончание трансляции но мы справились и мы вернулись я поставил себе с твоим гтс интернет и надеюсь что с этих проблем не пусть потому что у нас уже были так какие-то лаги постоянно видео какое-то пропадало аудио и так далее в общем надеюсь что в этот раз у нас все будет хорошо ну что настроение как у вас и расскажите кстати из каких городов кто в такой играть проснулся возможно что у вас сейчас и нормальная время сейчас он кей видимо проснулся только алексей но тогда добро 7 человек окей давайте с вами тогда поговорим по поводу наших рассылок думаю ну утро началось отлично 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 поехали давайте значит у нас программа сегодня ориентировочно на час возможно потребуется меньше времени на то чтобы рассказать мне вам как у нас вообще что тут происходит мы сегодня с вами разберем два сервиса отправки сообщений два способа отправки сообщений с помощью все будет сделано с помощью джаваскайпта презентация у нас не такая большая в целом частично наше 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 занятие основано на материалах нашего курса гибринс вебинар по поводу уведомлений на сайте назывался по моему она когда стать пользователем могу ошибаться так что будем разбираться постепенно и так поехали да друзья поставьте пожалуйста плюсик если видно мой кран этого нам достаточно для того чтобы начать жду эти 10 секунд все замечательно окей сервис рассылок для вашего сайта все наверняка видели вот похожие окошки когда некоторые сайта предлагали вам отправлять уведомления и вы могли там согласиться или отказаться эти уведомления сайта возможно даже получать на мобильный телефон и те у кого есть операционная система android соответственно сталкивается с бывает даже назойливым предложением отправлять сообщение вот на одном из сайтов у меня такое реализовано и я сейчас могу показать сохранилась не сохранялся это это всплывающее окошко видимо это старая информация надо удалить настройки потому что настройки контента под удаляем оповещение где у нас тут вот и так как это выглядит обычно на сайт вот допустим всплывает такое окошко который предлагает получать уведомление новостях мы нажимаем да после этого нам предлагают показывать оповещение нажимаем на разрешить и после этого нам уже могут слать информацию даже вне зависимости от того находимся мы в браузере или не система оповещений а мы рассмотрим сегодня две она предполагает что пользователь может даже находиться вне сайта то есть он может закрыть вкладку и в принципе ничего себе не подозревая бродить по интернету в тот момент как выльется уведомление в принципе современные браузеры позволяют это делать ну то есть главное чтобы у нас браузер включен и дальше уведомление будет работать хорошо итак на сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим следующие вещи мы разберем основу HTML5 notifications напишем пример с использованием этого интерфейса и разберем с вами основа javascript push epic поскольку реализация данного протокола достаточно сложная у нас ни один урок вот так ушел на создание приложения которое бы использовал такие вот уведомления отправку мы будем пользоваться готовым сервисом кстати друзья а кто был на вебинаре по поводу систем систем сообщений для сайта предыдущим которые я проводил если кто-то был то может быть тут и не обязательно можете и рассказывать как мы все это делали ну в любом случае повторением отечения у нас последний раз этот вебинар был достаточно давно недель полторы назад да кто-нибудь был тут просто извините у нас некоторые пауза бывает заводник то по ходу судя потому что никто не отвечает либо кто-то у нас задержит и так разберемся с вами с уведомлениями с помощью javascript notifications эпи разница между этими двумя принципами пуш пепе и натификейшн цепи заключается в том что в случае с натификейшн у нас максимальная простота реализации нашего работает как часы тут в принципе механизм отлаженный и проблем в общем-то возникнуть не должно в качестве недостатков он не работает на мобильных устройствах в первую очередь на аэс и хром для android то есть в android браузере в принципе данная реализация возможно то есть мы будем получать уведомления в случае android браузера случай открытого android и в принципе все будет нормально плюс ко всему минус этого подхода заключается в том что нам для показа уведомлений необходимо обязательно находиться на нашем сайте и в общем то все плюс нужно чтобы сайт находился на посредством интернете это значит что вы должны иметь хоть какой-то домен там второго третьего уровня для того чтобы эта возможность работа также как вариант можно протестировать работу вашего ваших уведомлений на веб-сервере который вы можете спустить локально на компьютер никто не хорошо так это у меня стук вкладочек дополнительных информации для вас открыто для того чтобы потом продемонстрировать возможно пример показать давайте разберемся как раз с тем как отправлять наши уведомлений здесь все делается максимально просто и давайте начнем значит в целом все найду наверное проще будет в отдельный вклад просто для облегчения нашей задачи я вам покажу по моему это вот здесь до фига шансы интерфейс достаточно просто для отправки уведомлений нам всего лишь нужно вызвать где-то у нас это у нас не то сейчас здесь но он даже предложил мне уже результат дэйта тэк и а мы найдем итак для того чтобы создать уведомление нам нужно вызвать его с помощью вызова объекта на тификаешьем создание нового объекта здесь мы указываем с нами заголовок а здесь у нас дополнительный параметр выглядит это сейчас на моем сайте выглядит приблизительно так просто нажимаю на на какое-то место на странице всплывает вот такое уведомление наверняка вы с похожими уведомлениями встреча здесь написано адрес сайта с которого это все отправлено заголовок в данном месте можно вставить дополнительную иконку и дополнительный текст собственно и все в случае если мы хотим настроить эти уведомления и чтобы сделать так чтобы больше не получать ничего то мы можем нажать на шестеренку пока не это доступно то есть принципе такие уведомления вызываются достаточно легко единственное что для того чтобы наше уведомление запускать нам нужно сначала обратиться к функции request permission которая как раз нам отображает всплывающее окошко который предлагает на разрешить отправку уведомлений или запретить соответственно когда мы разрешаем все это дело у нас есть возможность просмотреть как все это дело работает итак давайте начнем я в принципе уже подготовил пример который уже есть что тут есть у нас есть есть готовая страница внутри нее соответственно текст крипт изначально я создал переменную над сам простой пример называется requested здесь у нас значение false то есть ложь это переменную нас будет отвечать за то запрошено ли уже уведомление о об отправке сообщений случае если опрос уже запрошено было раньше то тогда мы с вами отправляем наше тестовое сообщение в принципе если для домена нашего уже хотя бы один раз запросилась данное разрешение мы можем слать уведомление сразу поэтому это немножко куцый пример давайте с самого начала напишем чтобы все было легко для нас и так где у нас там но создадим допустим страницу как нотификаешь нотификаешь 2.4 мы создадим нашу страницу простота и удобство данного сервиса заключается в том что данное решение оказывается максимально бесплатным для нас потому что это не смс это не е-мейл рассылка если это спам рассылка то она обязательно плат потому что очень важно продумать всю цепочку всяких адресаций чтобы человек отправилась хоть какое-то нормальное сообщение в итоге он его мог получить и и вот над проблемами доставляемости сообщение дима и сообщение обычно трудится очень много человек постоянно что-то обходится находятся какие-то дополнительные пути потому что в принципе спам рассылка как вы понимаете она нелегально нелегально окей значит первое что мы сделаем с вами это соответственно создадим сначала нам нужно проверить если у нас разрешение чек 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 Проверить. Get notifications. Нет calls. Ок. Ну да. По сути, мы можем с вами только запросить наше разрешение. Реклама. Собственно, давайте посмотрим, что у нас при отработке нашей функции происходит. Press Permission. Нам возвращается обещание в JavaScript. Соответственно, для того, чтобы получить результат работы нашего обещания, нам нужно обратиться к функции the. Это алгоритм современного JavaScript. JavaScript. Обещания, в принципе, встроились достаточно давно, но сейчас это является частью нового JavaScript. И, в общем, когда мы получили наше обещание с помощью функции then, мы можем с вами уже чем-то заняться, как-то вывести информацию, которую он зарезал, которая нам вернула эта функция. Собственно, мы просто сейчас пока скопируем на ту страницу, которая есть. И вот вы увидите, что в качестве result у нас есть значение granted. Это значит, что обещание когда-то ранее было дано. Соответственно, мы можем проверить. У нас на самом деле три типа результат, которые могут быть возвращены в нашем обещании. Сейчас, где у нас? Denied, default и granted. Дефолт — это, соответственно, значение нашего разрешения на отправку по умолчанию. Если оно стоит, то мы не можем, по сути, с вами отправлять сообщение. В том числе так же, как и в случае, когда оно стоит denied. Поэтому для того, чтобы мы могли отправлять с вами наше уведомление, нам обязательно нужно, чтобы у нас стояло значение этого permission, как granted. Вот это значит, так. If permission on granted. Тогда можно говорить, что данная ситуация, то есть проверка на наличие прав на отправку обычно должна происходить по какому-то событию. То есть, допустим, по, не знаю, по клику на экран или по нажатию на какую-то кнопку. Поэтому нам обязательно здесь сделать хотя бы какую-то кнопку. В предыдущем примере я сделал этим событием клик на экран. Но я подумал, что это было бы не очень красиво и очень удобно. Поэтому давайте мы сделаем с вами кнопку. Она у нас будет оформлена с помощью тега button. И здесь, соответственно, я поставлю дополнительный отрибут, он клик. И назову, соответственно, функцию sendMessage. То есть она будет отправлять у нас, как раз, сообщение. Здесь, соответственно, обернуваю весь вход в нашу функцию sendMessage. И здесь уже, в принципе, все пока сейчас будет вываливаться окошко о том, что все в порядке. Но в будущем мы сделаем отправку нашего сообщения. Я загружаю на мой сервер, на мою страничку. Ссылки на бесплатные хостинги я вам пришлю, для того, чтобы вы могли поправить все это дело. Поэтому не волнуйтесь, все будет впереди. Окей. Захожу в Google Chrome. И захожу на страницу notifications 2. Нажимаю на конструктор проект тестовое сообщение. И поскольку для данного домена я уже дал разрешение, я, соответственно, получаю уведомление, что все отлично. Ну, а теперь мне осталось, в общем-то, совсем немного. Я могу создать новое уведомление, если у меня все-таки. Давайте, да, sendMessage, да, вот, да. Окей. Тут мы создадим новое уведомление. Neo notification. Даже сохранить переменную наша, конструктор нашего объекта, в принципе, не потребуется. Здесь мы пишем первым делом заголовок нашего сообщения. Это тестовое сообщение. Дальше здесь есть дополнительные вещи. Мы можем передать объект с дополнительным параметром. Допустим, body. Это тот текст, который будет отображен под заголовком. Ммм. Пержик шел по улице. Тут все тормаживает странно, почему. Есть дополнительные параметры icon. Icon, соответственно, ну, что у нас? Мы можем какое-то изображение добавить. Давайте мы какое-нибудь найдем. Небольшое. Ну, допустим. Мы просто сюда указываем веб-адрес нашего уведомления. И вперед. Я загрузил опять на мой хостинг этот файлик. И теперь могу запускать все в нормальном состоянии. Так, обновил. Отправить тестовое сообщение. И вот, собственно, смотрите, появилась картинка. Тестовое сообщение. И подпись. Собственно, отправлять уведомления стало гораздо легче, интересно и красивее. Ну, картинке стоит поставить хоть какие-то отступы, чтобы оно отображалось приятно. Интерфейс и дизайн наших уведомлений мы, в принципе, иметь не можем. Поэтому пока живем как есть. Вот как-то так. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы поняли, как хотя бы в общем и целом сделать уведомление с помощью JavaScript. О, маленький здесь. Отлично. Сколько у нас человек там? Десять человек. Хорошо. Так. Там библиотеки нужны? Вообще никакой библиотеки не нужны. Все по умолчанию. Это интерфейс, встроенный в JavaScript. Вообще. Максимально просто. Дальше. Мы можем сохранить наше уведомление. New notification. Переменную. А дальше его подпеременно использовать для, допустим, дальнейших операций. Мы можем обработать наше сообщение так, что при нажатии на него у нас будет, допустим, всплывать сообщение. Ну, или, допустим, в Windows мы будем переодресовываться на, допустим, mail. Загрузировал еще раз в файле. Теперь при нажатии я буду переодресовываться на mail. У наших уведомлений есть несколько дополнительных вещей. Допустим, язык сообщения, события при нажатии на клик, дополнительный звук. Опять же, можно получить разрешение на отправку данного сообщения. Метка времени, когда у нас все это дело было отправлено. И, соответственно, возможность автоматически закрыть это сообщение. Можно показать, закрыть, ну и, соответственно, запытие, в котором может возникнуть при ошибке. Вот такая вот интересная штука. То есть мы, по сути, сейчас обработали нажатием на это сообщение. То есть мы можем что-нибудь отправить на сервис в данном случае. Это вот касательно уведомлений. Давайте с вами поговорим насчет следующей темы, которая называется JavaScript Push Epic. Это более сложный алгоритм работы, который позволяет не иметь открытой вкладки в браузере. И это позволяет, соответственно, работать с нашими уведомлениями удаленно. Метод Push Epic отличается очень серьезно от Notifications, потому что, в целом, нам нужно уже хранить информацию о пользователе каждом. И мы имеем возможность отложенной отправки сообщений. В случае, если у нас, допустим, пользователь отсутствует на сайте. То есть мы говорим, допустим, хотим отправить пользователям уведомление в 5 утра следующего года, допустим, 29 января. Не вопрос, отлично можно. Или поздравить всех с Новым Годом. В этом плане Push Epic нам позволяет открывать вот такие возможности. Более того, уведомления, пуш-уведомления работают отлично, как говорил, в Android браузере. Уже хорошо работают в iOS, в Safari, кажется. Да. И, соответственно, у нас есть возможность почти кросс-браузерного решения с этими уведомлениями. Это, еще раз, бесплатно, это удобно. Все вы видели такую картинку. Итак, касательно преимуществ. Не требует пароля для установки. То есть, когда вы просите, когда вас спрашивают о разрешении на отправку, вам не нужно придумывать никакой регистрации, логинов, паролей и так далее. Не нужно устанавливать программу, все работает в браузере. Работает без ведома пользователя. Если он, конечно, дал свое соглашение на отправку. Не обязательно быть на сайте для получения сообщений. И в качестве маркетинговой информации примерно 10-15% людей, которые зашли на сайт, чаще всего подписываются на данный сервис. И чтение где-то примерно каждого человека, обязательно читает это сообщение. Значит, из недостатков. Это трудность кросс-браузера на реализации. То есть, если с notifications максимально все просто, то для того, чтобы реализовать это на Safari, и на Google Chrome, и на Firefox, требуются разные приблуды. Поэтому нам нужно, правда, много всего сделать. Для домена, на котором у нас будет располагаться эта технология, нам нужно обязательно SSL-сертификат. Тогда все у нас будет работать по протоколу HTTPS. Соответственно, просто так на отдельной странице мы запустить такую возможность у нас не получится. И для реализации такой возможности, для того, чтобы мы сделали с вами свой сервис push-уведомлений, нужно будет много всего интересного сделать. То есть, это, получается, тема нескольких вебинаров. Дальше на странице, на которой у нас эта технология работает, нам нужно запустить так называемого Service Workers. Это дополнительный рабочий, который будет написан на JavaScript, который будет таким посредником между нашим сервером, на котором будут храниться учетные записи пользователей, и нашим пользователем, который будет подписываться на наши уведомления, и, соответственно, вот этот worker, рабочий, будет отсылать все эти уведомления. Нам нужен сервер для того, чтобы он в обозначенный момент времени инициировал события отправки сообщений. То есть, чтобы по какому-то определенному событию или в какое-то определенное время сервер сказал, что нужно вот этим пользователям отправить уведомления. Поскольку в этой технологии при авторизации, точнее, как сказать, при подписке пользователя на уведомление нужно ему выдать идентификатор, уникальный идентификатор пользователя, который не должен повторяться ни для домена, ни для конкретного пользователя. Соответственно, информацию о том, какой ключ у каждого пользователя, нам нужно где-то держать. И для этого нам нужна тогда база данных. Поэтому с учетом этих сложностей реализация такого сервиса в рамках одного урока или одного часа просто нереальна. Много есть в интернете статей на тему реализации, поэтому, в принципе, вы можете смотреть и интересоваться. В целом, я вот нарисовал схемку. Взаимодействие работает приблизительно по данному процессу. Пользователь, находясь на странице, получает уведомление о том, что хотите подписаться на наше уведомление. Он нажимает на кнопку подписки. После этого начинает работать вот этот промежуточный service worker, который находится просто в JavaScript файлике прямо на странице. То есть он работает параллельно вместе с пользователем. Он обращается к серверу для того, чтобы сохранить данные пользователя, получить нужные идентификаторы и в конечном итоге подписать человека на все уведомления. Сервер уже сохраняет уникальный ключ для пользователя и домена. И уже потом, в обозначенный момент времени, он вытаскивает информацию по этому ключу и отправляет уведомления через service worker нашему пользователю. То есть в итоге, когда мы зарегистрировали вот этот worker, он уже может работать без ведома пользователя, то есть уже параллельно, даже если вкладка закрыта. В этом прелесть современных алгоритмов работы нашего браузера. Ну вот. Собственно, мы с вами рассмотрим один из вариантов реализации нашего алгоритма. Но есть уже готовый сервис, который называется OneSignal. Так. Вот здесь нам как раз в библиотеке потребуется. Вот. Бэтчис, дикая задержка. Ну, получается, да, минуты на четыре. К сожалению, так у нас работает Google. В общем-то, ничего сделать не получится. Значит, есть сервис OneSignal, который позволяет нам, собственно, дает возможности для реализации наших пуш-уведомлений. В принципе, вы можете посмотреть, как это у нас реализовано на предыдущем семинаре. Но в целом я повторюсь, у нас не так времени на это много будет затрачено. OneSignal. Штука, которая позволяет... Это ребята, которые унифицировали процесс подписки на пуш-уведомления, и у них есть собственный сервис бесплатный. Эти пуш-уведомления. Ну, попробуем сейчас через Facebook авторизоваться. Ну вот, замечательно. Значит, надеюсь, можно тут прям создать. AllLabs, хорошо. Вот, можно создать. После того, как мы авторизовались в этом сервисе, создаем новое приложение. Geek. Brains. Push. Test. Нажимаю create. Ну и дальше он предлагает мне выбрать платформу. Как видите, можно... Ну, они настолько унифицировали сервис, что мы можем и на iOS, и на Android, везде, где только можно, наш пуш-уведомление устраивать. Мы выбираем пункт веб-сайт push. Выбираем... Начнем с Google Chrome. Safari нас пока не волнует. Указываем наш адрес. Адрес моего сайта. Надо еще вспомнить его. Вот такой. Так. Мне предлагают выбрать иконку. Ну, давайте мы иконку выберем. Указываем галочку, что мой сайт не поддерживает полностью протокол HTTPS. Дальше. Здесь нужно указать субдомен. Возможно, что... Ну, то есть это просто адрес портала в OneSignal. Вы можете выбрать его по умолчанию какой-то. Друзья, могу написать... Brains. Напустите, вот так. Brains. Brains. Выберите целевую платформу для разработки. Я убираю все тот же веб-сайт push. Да? Меня интересует. И вот что я получил. Я получил, в общем-то, идентификатор моего приложения. Теперь для того, чтобы с этим разобраться... Сейчас. Давайте я здесь напишу push.ml. Здесь у меня показывают все уведомления. Так. Я создаю push.test. Сохраним пока этот ключ. Запомню. Он нам пригодится в будущем. Не, адрес портал, соответственно. Другие. Брэнс. Угу. Ну, в общем-то, наверное, и все. Да, опционально. Все. Я могу, в общем-то, закрыть. Нажимаю yes. Точно у нас готовое приложение. Теперь мы его можем использовать. В принципе, по OneSignal есть дополнительная документация. И на этом же сайте есть подробная информация по поводу того, как устанавливать этот код. Ну, я просто воспользуюсь готовыми наработками, которые я делал ранее. Что мы, по сути, делаем? Мы подключаем нашу библиотеку OneSignal SDK. Дальше нам нужно инициализировать пользователя. Сделать загрузку библиотеки и указать здесь ключ нашего приложения и указать наш поддомен. Гигбрендс в данном случае. Здесь, соответственно, после того, как все загрузится, мы можем указать правило автора гейстера, которое будет говорить, что в случае, если оно установлено в правду, у нас сразу же будет появляться уведомление о автоматической подписке человека. Ну что ж, давайте проверим, посмотрим, как это у нас работает. Итак, я захожу в Geekwinds to patients. Пусть точка. Вот видите. We'd like to show you a notification for the latest news and updates. Все эти тексты, естественно, можно подправить самостоятельно. То есть это все делается в настройках нашей платформы. Мы нажимаем на Allow. Дальше нам предлагают, что Geekwinds to signal запрашивать разрешение на показывание оповещений. Мы разрешаем это дело. И после этого я получаю первое push уведомление о том, что спасибо за подписку. Теперь я могу с помощью нашего сервиса, по сути это уже серверная часть, оправлять сообщение. Hello. Вот. Это будет у нас заголок, а это контент. Ну, то есть содержимое. Ну, то есть, привет мне, давайте напишем. Привет. У меня сейчас есть один подписанный пользователь. Ну, в общем-то, я могу нажать на кнопочку превью. И после этого send. Сейчас я получу уведомление. Вот, собственно, и все, что я хотел получить. Я могу закрыть эту страницу. И отправить еще уведомление. Еще. Оп, 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 еще. Одно уведомление. Сейчас оно будет без содержимого. А, содержимое нужно все-таки поставить. Содержимое. И сохраняем. Ну, вот, собственно. То есть, по сути, мне не нужно, чтобы у меня открывалась, чтобы была у меня открыта страница. Несмотря на то, что выглядят наши уведомления абсолютно одинаково, что в случае с notifications API, что в случае с нашим push API, нам, соответственно, ну, сами технологии очень сильно отличаются. Это важно понимать. YouTube блокирует. Держитесь, бейтчис. Вот, примерно так работает у нас технология с push-отправкой. Если детально совсем разбираться, то, по сути, на это у нас уйдет очень-очень много времени. Я вам пришлю очень много материалов по данным вопросам, и вы можете, в принципе, во всем разобраться. Также на прошлом вебинаре у нас с вами обсуждалась тема... Сейчас найдем. Мы обсуждали с вами серверную отправку с помощью JavaScript-а наших уведомлений. Тут у нас вот был такой ключ, доступ и так далее. Много интересных вещей, с помощью которых мы создавали эти push-уведомления и могли отложенно сами всем этим делом управлять. Все точно так же с помощью OneSignal. OneSignal удобен тем, что он решил все проблемы с настройкой под браузер. И мы, по сути, можем для каждого браузера сделать практически универсальный алгоритм, универсальную схему. Вот, наверное, это касательно наших уведомлений. На самом деле, друзья, у нас получилось так, что мы с вами уложились намного быстрее по времени, и, получается, у нас остается с вами 15 минут, и, если хотите, можем что-то разобрать, но в любом случае я вам тут предложу много всего интересного на будущее. в... Сейчас скажу. Я ожидаю на этой неделе подтверждения от моего методиста по поводу целой серии из вебинаров. У нас будет 4 вебинара, посвященные безопасности сайта. Мы будем разбирать, каким образом можно сделать так, что... Как защитить наш сайт от копирования. Вебинар назывался «Как достать пользователей сервиса рассылки уведомлений» или как-то еще, не помню. Точно не помню. Так вот. Значит, как защитить наш сайт от копирования. Есть простые варианты, такие, как, допустим, за... Допустим, обфускации. Закрыть доступ к исходному коду. Усложнить восприятие исходного кода. Сделать на сайте сигнализацию, которая будет отправлять вам уведомления в случае, если другой человек скопировал ваш исходный код. Сделаем дополнительный плагин, который будет это автоматизировать. Плюс ко всему у нас еще беседы. Надо искать, на самом деле, сообщения, которые я посылал. Сейчас. Секундочку найдем. Так. Где он у нас? Секундочку. Там-там-там-там-там-там-там. Так. Мы создадим на Node.js чат для сайта. Это все отдельно вебинары, если чего. У нас будет свой классный чат с Blackjack'ом и кортизанками. Раздаем с вами дополнение для Sublime Text. У нас с вами будет всякие дополнительные плагины, фишки, ускоряющие работу в этом редакторе кода. И в качестве вишенки в следующую субботу я планирую сделать вебинар по поводу чат-ботов для Скайпа. Мы с вами делали чат-боты для Телеграма. Сейчас разберем, как их делать для Скайпа. И в такой обозримом перспективе, пока у нас сейчас нету еще каких-то планов, сделаем с вами бота для Скайпа, которому можно будет звонить. А я не знаю, кстати, зачем вы брали. А что сейчас происходит? Вот я вот на свой профиль захожу. И тут... А что у нас сейчас? Вот есть раздел вебинара. Давайте посмотрим. Надо зайти без авторизации. Control Shift N. Да вот вебинаре есть. Вот открываются. Не, все работает. Мне точно не очень нравится новый интерфейс в обучении у нас на сайте, но что делать? Ну, как-то так, друзья. В принципе, мы с вами разобрали два метода отправки наших уведомлений. Исходные коды, которые я написал, будут вам доступны в течение некоторого времени, в смысле через где-то час, наверное, может, чуть поменьше появятся исходные коды, я все загружу и скину вам много-много ссылок. Так что это на ваше развлечение. Вот как-то так. У меня, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, давайте разберем. Я не преследую цель заполнить эфирное время пустотой. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, тогда, друзья, увидимся. Хорошего вам дня. приятного, не знаю, приятной среды. Ну, и до встречи. Пока-пока. Пока.